Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрея Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице натушения пожаров и ликвидацию ЧАЭС спасатели выезжали более 1850 раз. В результате боевой работы были спасены и эвакуированы 609 человек. На пожарах погибли 5 граждан. 27 человек, в том числе и один ребенок, пострадали. Далее о том, какой была минувшая неделя для столичных спасателей. Минск чрезвычайный. С среду рано утром в Малиновке загорелся городской автобус. Машина находилась на территории диспетчерской станции по улице Есенина. Огонь возник в моторном отсеке. Водители общественного транспорта, которые находились рядом, пробовали справиться с огнем своими силами, но потушить пламя удалось лишь оперативно прибывшим спасателям пожарным. Автобус только готовился отправиться на маршрут, поэтому пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Появление всевозможной живности на балконе – это всегда неприятно, особенно если непрошенным гостем оказалась летучая мышь. А когда их еще и целое гнездо? В среду вечером с подобной ситуацией пришлось столкнуться 52-летней хозяйке квартиры по улице Леси Украинки. Ее балкон облюбовало целое семейство летучих мышей. Спасатели вскрыли обшивку балкона и взлетли оттуда двух больших и 25 маленьких особей, после чего посадили млекопитающих в мешок и выпустили на свободу. В четверг около 7 часов утра на улице Мершниченко столкнулись такси и рейсовый автобус. На месте страшной аварии понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля спасли водителя, который находился без сознания, и двух пассажиров. Один из них позже скончался в больнице. Также проводились работы по деблокировке погибшей 19-летней пассажирки такси. Минск чрезвычайный. В субботу поздно ночью огнеборцы тушили горящую крышу. В кирпичном одноэтажном здании производственной базы по улице Новгородская по неустановленной пока причине загорелась деревянная обрешетка кровли. Огнем была повреждена деревянная обрешетка на площади в 10 квадратов и потолок. К счастью, никто не пострадал. Примерно в это же время в другом конце города спасатели производили работы по распиловке упавшего дерева. Чупе случилось около 4 утра на улице Берестянской. В результате падения дерева оказались повреждены 4 припаркованные рядом автомобиля. В воскресенье днем работники столичного МЧС выезжали на пожар в двухкомнатной квартире на проспекте газеты «Звезда». О пожаре на восьмом этаже многоэтажки в службу спасения сообщили очевидцы. Уже через 20 минут оперативно прибывшие спасатели пожарной ликвидировали загорание. Причиной ЧП, в результате которого повредена мебель и техника, оконные дверной проемы, а также закопчена квартира, мог стать конструктивный недостаток радиотелефона «Панасоник». А именно, короткое замыкание в блоке управления. В этот же день, около полуночи, спасателям поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу Первый загородный переулок. Когда пожарные прибыли на место вызова, Рено горело открытым пламенем. Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар, однако автомобиль сгорел полностью. Известно, что причиной возгорания авто стал поджог, а вот кому и чем не угодил его владелец, еще предстоит установить следствию. Минск чрезвычайный. Конец минувшей недели запомнился спасателям и нестандартным происшествием. Около восьми утра на улице Бабушкина из канализационного колодца им пришлось доставать барана. Известно, что стадо животных паслось неподалеку от места ЧП. Как произошло, что один из баранов отбился и упал в пятиметровый колодец, неизвестно. Спасателям пришлось изредно потрудиться, чтобы вытянуть 80-килограммовое животное из ловушки. Все закончилось хорошо и баран не пострадал. Такой была минувшая неделя в сводках столичных спасателей. В конце хотелось бы напомнить. С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров, вследствие оставления их без присмотра, вчера в республике началась профилактическая акция в Центре внимания детей. Приурочена она к началу учебного года. В рамках первого ее этапа, который продлится до 31 августа, в крупных торговых центрах работники МЧС расскажут посетителям об основных причинах возникновения пожаров и других ЧС с участием детей. Объяснят они, как этого не допустить и с помощью чего можно защитить свой дом от пожара. Основные правила таковы. Не оставляйте детей одних. Храните спички и другие источники зажигания в недоступном для детей месте. Обучайте своего ребенка правилам безопасного поведения. И установите у себя дома АПИ. Этот простой перебор спас уже не одну человеческую жизнь во время пожара. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.